Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня я решила снять видео о любимых своих укладках. Точнее, я хочу показать, чем же я все-таки делаю свои волны, которые вы часто можете видеть в видео, чем я делаю завивку. В общем, покажу два своих аппарата, которые я когда-то приобрела, и безумно от них счастлива. Аппарат. Ну, как скажу что-нибудь. В общем, в одном из последних видео вы мне задавали вопрос, чем же я делаю свои прекрасные волны. Я хотела показать вам это. Я давно покупала, по-моему, в индустрии красоты. У нас есть такой магазин, где я частенько покупаю краски. Фирма такая, Харизма. В принципе, я думаю, что вы можете это найти в интернете где-нибудь. Просто наберите Харизма. А вообще не обязательно Харизма. Ну, мне нравится эта фирма, в принципе, я о ней слышала уже. И, в принципе, неплохо. Все меня устраивает, все замечательно. Вот такая коробочка. В ней находится вот такой вот треножек, два ножек непонятный. Что в нем хорошо, я еще узнала об этом не сразу, что здесь можно переставлять волны. То есть волны более крупные и волны менее крупные. Она вот так вот вытаскивается. Видите, здесь более такая серьезная волна получается, а здесь более мелкая волна. Вот. Но, в принципе, все оно очень хорошо смотрится. То есть это не гофре такое мельчайшее, которое может быть некрасиво. Давайте я сейчас пока его нагрею и покажу вам другую свою плойку, которая тоже замечательная. Очень мне нравится. Здесь у нас, как сразу скажу, включается офф-он. То есть удобно. И регулируется, что хорошо, температура. Я ставлю где-то на 200. Сделаю сейчас крупную, покажу вам. А потом переставим, мелкую покажу. Или нет. Будет долго остывать. Короче, все, оно греется. В комплект, кстати, входит перчатка, чтобы не обжечься. Еще чехольчик входит. Еще у меня есть такая офигенная плойка, которая вообще супер незаменимая. И если я бы куда-то уехала, и мне нужно было бы выбрать, какой агрегат с собой брать, там, в другой город или в другую страну, я бы выбрала эту плойку, потому что ей можно делать разные, мне кажется, укладки. И она супер замечательная. Я, кстати, пробовала, это Дюволь. Фирма Дюволь. Давно покупала. Я не знаю, существует ли сейчас эта фирма еще, если честно. Может быть, ее уже не существует. Это обычная, здесь тоже в комплект входит перчаточка. Такая вот плойка обычная. Она широкая. То есть это была самая широкая, самая крупная по диаметру плойка, которая находилась у них в продаже. Я ее и взяла. Все, она включается, точно так же регулируется плюсом-минусом. Здесь на экранчике у нас показывается, сколько градусов можно. Чем она мне нравится? Я приходила к своей подружке как-то, пробовала разные плойки, и у меня есть другая плойка. Чем она мне нравится? Тем, что нет в этой плойке никаких зажимов. То есть нет никакой здесь штуки, которую надо нажимать, засунуть туда прядь, потом закрутить, потом подождать, потом... Ну вы поняли, да, о чем я говорю? Здесь нет этих зажимов. Это круто. И здесь настолько все сделано лито, что когда вы свою прядку берете, да, допустим, вот так вот, да, я все время делаю от лица. Допустим, берете свою прядку, накручиваете, да, держите. Вот она накрутилась, и вы ее убрали. То есть ни за что эта прядка не цепляется. Вот у моей подруги она купила себе плойку, там как-то нажимаешь, и она на две части вот так вот сделанная. То есть там не зажим, а она на две части сделана. И у меня все волосы, просто я пока накрутилась у нее, повыдирались. Хотя она как-то накрутилась и говорит, что она супер-пуперская. Но я поняла, что в плойке не должно быть ничего вообще, никаких вот, она должна быть гладенькая, чтобы вы накрутили волос, отпустили. И это самый быстрый способ, реально, вот так вот, раз-раз подержал, отпустил, раз-раз подержал, отпустил, 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 и все. И когда она крупная, волны получаются очень естественные, красивые локом. Короче, эту плойку я люблю, большой диаметр нужно иметь у себя плойки. Так, наша красота, по-моему, поднагрелась, уже за пошелку пошел. Она у меня лежит, просто здесь неудобно. Вот я вам покажу, что за волна получается. Мелкую мы не будем тестировать, потому что это долго будет, пока мы ее остудим, переключим. Вот так вот я делаю это. Сама по себе плочка достаточно тяжелая, то есть, пока вы накрутитесь, ручка может у вас устать. Вот такая вот волна получилась. Я всегда делаю под настроение, эти волны, крупные они у меня или не крупные, мне не хватает зеркала. Я должна сходить за зеркалом, блин. Ладно, сейчас я пару штук накручу для вас, потом докручусь с зеркалом, покажу вам итог. Крупная вот волна, и она непонятно что, Гафрея, думаете вы все время, да, на что я накрутила? Мне многие спрашивали, косички, может быть, это. Нет, это не косички. От косичек, я не знаю, какие должны быть косички, как их нужно заплести, чтобы такая красивая волна получилась. Вся она получается одинаковая волна. Естественная такая. Хотя моему любимому, честно говоря, вот эти кудри не нравятся. Что хорошо с этой прической, мне очень нравится объем. Я вот, кстати, не пожалела, что взяла вот такую вот гофрированную плойку. Я бы еще хотела взять, у меня есть супер мелкая, которую я делала раньше, сейчас что-то не делаю, не заморачиваюсь, для объема, прикорневая такая. Она такая мелкая-мелкая, прям, то есть, прям не видно, что Гафрея, или видно, что мелкая Гафрея. Но сейчас что-то в последнее время я не заморачиваюсь. Вот для объема просто на волосах ей было прикольно. А вот эту я нет-нет, периодически, да, использую, сколько лет у меня уже. Еще я очень люблю делать термобигуди, от них тоже очень клевый объем на волосах, прям вообще супер салонная. Но вот я что-то не могу найти свои термобигуди в последнее время, я не знаю, куда я их положила, куда-то они у меня исчезли. Надо их найти, куда-то же припрятала. Не, с переездом просто я очень много вещей не могу найти, всяких разных, куда-то положила и забыла. Вот так вот я, кстати, лайфхак, да, я за ухо все это делаю. Беру достаточно крупные пряди, и она все равно умудряется. Не делаю я прямо у самого корня волос. То есть отступаю немножко, и все равно получается объемчик. Но мне на самом деле в директ очень много пришло вопросов. Что ты делаешь за кудряшки, сними видео, чем ты делаешь. Я всем сказала, что я делаю это специальной плойкой, но вот решила снять, показать. Что ж конкретно это за плойка такая волшебная. Мне кажется, я уже снимала где-то видео, на длинные волосы делала. И видите, как быстро. Вот я с вами болтаю, ничего даже не вырезаю. Полголовы за две минуты сделала. Но я помню, что мне в салоне как-то делали укладку на такую волну. И брали немного меньше волос, то есть брали прям, знаете, маленькую прядку. Ее делали очень долго, честно говоря. Я бы так не заморачивалась. Но там немножко другой эффект получается. Они получаются более такие ровные все, красивые. Но это и сложнее самой себе сделать. Потому что, еще раз повторюсь, плойка сама по себе не легкая. Вот моему любимому на радость. Опять созвонимся, увидят меня. Опять Тетти Кудри скажет, сделаю. Он любит больше всего, когда я блондинка с ровными волосами. А я все время экспериментирую. Кто так покрашусь, кто так подкрашусь. Не, она говорит иногда, вот это мне нравится, вот это не нравится. Ну а что поделать, если у тебя жена блогер. С непостоянством таким внутри. Что поделать? Нужно мириться. Если держать более долго, будет более глубокая и отчетливая волна. Если чуть меньше держать, то будет такая более легкая волна. Потому что не успевает она схватываться. Я сейчас делаю вот очень быстро. Поэтому у меня не будет супер глубокая волна. Вот и все. В принципе, наш причесон готов. Еще очень клево, когда вы, допустим, перед тем, как крутиться, вы делаете пробор где-то в другом месте. И когда вы уже накрутились потом и делаете пробор в своем правильном месте, то получается такой прикольный эффект. Ну, не как здесь, видите, немножко приплющено. Если бы вы, допустим, сейчас, допустим, у меня пробор где обычно, да, а если бы я его раз, проборчик чуть поменяла, вот уже объемочек. Можно поменять просто пробор, если вы не привязаны к одному пробору. В общем, вот такая вот красота. Вот если более стараться, будет более лучше. Мелкий, поменьше, которое тоже прикольное. Сейчас выключу. А поменьше волна, она тоже такая интересная, прикольная. Я тоже ее иногда делаю. Можно таким образом скрыть еще, когда у вас немножечко припачканная голова. Накрутились, побежали. Вообще спасает шухой шампунь. Вообще спасает сухой шампунь у меня. На один денек, правда. Или вечерок даже. Вот так. Все, вот такие мои два агрегата, которые, в принципе, я рекомендую вам тоже иметь, если вы любите какие-то укладки, прически и так далее. Здесь тоже еще прикольно из такого делать, допустим, косу. Накрутили сначала, да? А потом делайте какие-то прически, косы. Они тоже очень красиво смотрятся. Объемно. Вот. Все, мои хорошие, рада была поделиться своими инструментами для волос. Приобретайте. Значит, это у меня Харизма. Повторяюсь. Вот так вот фирма эта пишется. Так, это такая плойка Pro Viver. Профессиональная, кстати. Качество реально очень хорошее. Вот. А это Dewol. Она, кстати, очень легкая. Что еще в Dewol хорошо? Вот в этой плойке она очень легкая. У них там было небольшое количество этих плойок. Там, ну, может быть, штук 8-7. Но, опять же, зайдите, посмотрите. Я не уверена, что они вообще еще существуют. Вот так вот пишется это. Dewol. Самый большой диаметр 13, по-моему, было. Я не помню. Все, мои хорошие, я вас люблю. Целую, будьте красивыми. Прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...